Книга «Открытым оком» 8 том. Тема «Монашество». Вопрос 2088. Колоссянам послание 2 глава с 20 по 23 стихи. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», что все истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Если это место хотя бы читали пустынные жители, то как они могут полагать заслужить себе спасение строго противоположными подвигами? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Спасение не заслуживается. Оно даруется, как благодать, даром. А дальнейшая жизнь только подтверждает, получил ли ты усыновление от Христа, движим ли Духом Святым в любви Божией. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Деяние апостолов, 15 глава, 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Мария Египетская, 1 апреля. Кавычки открываются. Она обратилась на восток. Возведши очи кверху и подняв руки, она начала молиться, но так тихо, что Зосима не слышал и не понимал слов молитвы. Троеточие. Помолившись в церкви, я сошла к Иордану и омыла себе водой этой святой реки руки и лицо. Возвратившись в церковь, я причастилась при чистых оживотворящих тайн Христовых. Троеточие. Так я удалилась в пустыню, где и скитаюсь до сего дня, ожидая спасения, какое подаст мне Бог от душевных и телесных страданий». Кавычки закрыты. Анувий, 5 июня. Кавычки открываются. Но, по Божию высмотрению, он был освобожден из рук язычников и отправился в пустыню. Подвязаясь, угождая Богу, он скитался в ней до глубокой старости. Кавычки закрыты. Ефимий Новый, 15 октября. Кавычки открываются. Сам поселился один во рву. Преподобный Ефимий иногда оставлял свой ров и посещал братью. А иногда, ревнуя о безмолвии, восходил на высоты Афона. И слышал он там однажды голос, говоривший ему, «Тебе не следует оставаться долей в пустыне в борьбе с демонами, ибо они удалились от тебя, давно побежденные твоей добродетелью». Исполняя божественное повеление, преподобный оставил вершину Афона и, взяв с собой двух иноков, Игнатия и Ефрема, отправился с ними с Афона в Салунь. Кавычки закрыты.